так ну что 48 минут смотрите серьезный разговор про прививки я сам устал устали кое-что пропущу прямо сейчас да это будет хороший разговор хорошая лекция я готовился вот они дебильные вот они настоящие вот они дебильные вот настоящий сейчас просто прививки пропустил а какие попроще тебя выслужить это груза люди она у меня дабы накормила или весь сейчас висит грушки но грушки уже маленькие и дерево на последнем издыхании как это получилось я неудачу посадил как холма нет ровное место как стол почему нет холма потому что это большие питомни слева там восток там сходит солнце казалось бы ничего страшного сходит главный запад а запада у него тень другое дерево обогнала его а это абрикос и затянул что в таких сушах происходит дерево лет 12-15 оно единственное вот единственное они захватили и терпели возродить его вот потянуло смерть его естественно связана вот с тем что здесь это все сгибает это потом когда полностью погибнет я вот здесь вот пилю и покажу вам что здесь творится знаете я пытал агадатам вот почему воем саду а многое делать так же оставили его сколько лет дало веток дало может сути 23 молодой давал 0 я показывал по 50 по 70 сезон молодежь а то потом дать его потихонечку подыхать я того что я даю много очень боюсь приведешь сколько лет так я тут это отрезал ради пример вот это выглядит вот это вот фотографии чтобы вам показать это есть средний срок жизни груш у которой повышенная тень сырость а детей там сырость на эти вот здесь нет лишнего воздуха здесь я сиди все школьника и сухо сидит посадка на ровное место привела к тому что жизнь сокращена два раза там где на холмах вы видели показывал деревья 30-35 лет вот этот момент все кто садят думает уже пробовал уже пробовать но несколько лет и конец и всегда сколько покажу еще могу сотню показать здесь выше чисто все а потом ниже 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 страшнее 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 и вот это и есть самое слабое место а еще почему потому что ее эту грушу ветки почти вертикальны должны вот так расти и закрывать штамп от сырости от воды который течет по самому к сожалению я лично сократил его жизнь потому что с этой людьевой груши было снято вырезали много веток которые огорели то чего другая делать специально чашу помните вот крона чашеобразная прорежет разрежет вся эта дурь не знаю вот этого я привел свой пример единственный хватает только чтобы все таки преодолеть на свое счастье бы заглянула сюда увидели это шаббер и вы слова переделали а железо учит нас а сам загубил а у него груша до пятасом году сгнила ха-ха-ха а для меня это учебный снимок не выживает сыра и тогда получается что просите мне эту единственную зато это теперь учебный снимок не выживает сыра ну потом подробнее поговорю сейчас у меня осталось 7 минут вот привычки пропускаю вот это страшная вещь страшная вещь одна фотография вторая треть это что вас это понятия не имеют учителя то вашу мать вы сами загубите несколько и пишите нельзя мульчировать абрикосы нельзя мульчировать абрикосы потом тысячу причин зают их я за химикатами вот и никто не обращать внимание на этот самый до бульчок никто этот из этой же проблема что и здесь вот это вот это же проблема что и здесь берегите штаб берегите основание ребят этих штаб скелета как же говорили вот я тут видел не так давно плакат одет и плакат фотографию человека который читал лекции и у него над ним висела вот это вот самое ну как бы сказать так как называть это большой экран а на экране вот это была фотография вот только не было вот этого креста то есть пропаганда вот это вот а значит как так вот она уже сглела на ровном месте а здесь еще быстрее сглевает а он в двадцать первом веке в двадцать третьем году уделяется читать лекции а вот так вот крест сделай и лекции нет и гонораров нет нет если он напишет что это а на сцену он может бы хотя бы вот эту схему сделать вот мою я же не этот не изобретатель Гаше рисовал нечто подобное а это было примерно 120 лет назад Гаше кто не знает я про него отдельные фильмы и снять только блядли из вас может быть а нет у меня же особо в клубе здесь самые знающие и самые интересующиеся поэтому несколько десятков человек из вас это теперь смотрело про Гаше вот и тогда получается следующее вот так посадили здесь груша проживет не больше трех-пяти лет и никогда не догадается начинает чарлить листья никогда не догадается почему и в жизнь прямо как будто слепли вот 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 помогли бы ваши ляхи помогли бы эти самые рекламы эти же самые покраски в штабах помогла я летний обрезка ну все заканчиваем разговор а это я уже до последних осталось пять минут я железов гражданин России утверждаю наши наши руководители страны вот или скрывают правду ну тогда зачем надо когда нация это сгнивает на корню или или они настолько невежественны что они даже не знают что под этими трусиками мальчики остаются детьми в возрасте если жизнь заставил это носить в раннем детстве остаются а потом вместо них плотные плавки помните сон в плавках сидение большую часть дня когда яички зажаты все это приводит к тому что как мужчина они не развиваются не развивается вот это и не развивается то что называется мужские гормоны вот а это горе семьи это измены это слабые мужчины не способны ни думать ни на подвиги ничего кто-то скажет вот сколько подвигов вот миллионы убежали от подвигов знаете об этом это вот они искусственная брюшина вы видите вот яички перегреты год за годом день за днем вот запада европа опередила пришли к власти геи вот люди совершенно другими совершенно другими идеологии вот а чтобы не чувствовать себя униженными в обычном нормальном обществе хотя по-моему их никто не трогает сиди и трахайся с кем хочешь вот другое дело что они приходят к власти вот сейчас ведется следующее сейчас идет следующее сейчас противостояние будет уже такое что просто западная цивилизация погибнет это наверное мы тоже под обломками вот я не шучу я обвиняю людей на уровне министров я обвиняю науку и высшее образование я обвиняю даже среднее образование и это и министерство просвещения я обвиняю академию новых вот за то что они не видят страшные опасности которая нависла нам-то надо спасаться война-то у нас идет а не во Франции не в Англии вот нам спасаться надо они не знают что у нас то же самое будет что у них и когда-то уже мальчиков называть мальчиков не будут и по делам потому что они уже не мальчики вот совершенно подлое предательство сейчас идет перестройка организма у миллионов мальчиков подростков они безвольные они тупые они на что не способны женщинам легче в этом плане в моральном плане они остаются женщинами потому что образ жизни у них не так поменялся как у мужчин вот которых называют полп как её называют полп ктот офисный полп на они то ещё но у них будет страшная трагедия умеет у них не будет настоящих мужей настоящих мужчин не будет ни раности секса ни радости рождения детей детей скажем Dale больнее больнее больнее, рождённые от этих уже, от очень слабых, что такое, что такое сотни тысяч пермитозоидов, когда самый из них сильный, самый этот, даст потомство. Почему их сотни тысяч? Почему? Почему не один, два, три уже можно соревноваться, кто первый? Сотни тысяч ради чего? Такое роскошство, такое богатство пропадает, как бы, образно говоря, чтобы один только дошёл до этого. А когда они все дохлые? А как помогает рождать, чтобы эти самые дохлые дети с пармитозойны, всё-таки зачатие было? И не думая, что будет? Какое потомство? И всю жизнь потом плакать над ним, над этим потомством. Ни на что не годным. А родить ребёнка, это надо быть мужчиной, мужчиной, пока не будет сняты вот эти, как здесь много, еще несколько слов скажу, как хотите. Можно больше не заходить сюда, на мой канал. Но ещё скажу. Когда-то было несколько страшных вещей совершено. Приучали к пиву молодое поколение. Сейчас я смотрю, девочки привыкшие, они алкоголики. Они без пива не могут. Девочки, которые выросли. Вот. И тоже она знает, кого попало. Про наркотики молчу. Никто с ними не борется. Это кормушки. Вот. Дальше начинается то самое. Пока рассказываю случаи, которые ой, это случаи много. Ну, чтобы уже договорить. Итак, идёт реклама перестроительства годов. Когда пиво, помните, кто за клиническим, как рекламировали памперсы, сказать. Это, ну, пленеградная картинка, чтобы вы поняли, что я не болтал. Останавливается машина. Легковушка. На заднем сиденье сидит малыш. Ну, такой же ровно, как на этой картинке. Вот. И улыбается. Из машины выскакивает отец, шофёр, мужчина. Подбегает, заметьте, метров 10 отбежал, подбегает, вспоминайте, подбегает к высокому столбу и такая хорошая струя начинает мучиться. Ну, что не сделать ради рекламы. Ещё особенно, кто не мучился из нас. Мучился, в это время его бьёт высоковольная молния от молнии через струю бьёт его в то самое место, которое в паху. Вот. Поняли, да? Причём натурально показали. Ну, вспоминайте. Я ничего не придумываю. Вот сейчас вот сейчас же не найдёшь эту рекламу. Вот. Мальчишка, вот этот ребёнок, где-то, можно говорить, 10 месяцев, полтора года, он сидит, смеётся, потом показывает ниже, ниже, а он-то в памперсах. Вот. Он-то в памперсах. Ему не надо выскакивать из машины, ему не надо мочиться на высоком... А папа дурак. Вот. А ребёнок зато спает, это самое. Вот. И вот это вот было дебильнейшее, какое можно придумать рекламу в памперсах. И за все эти годы, вот они ответственные, да, никто, ни одна сволочь, я уже называю их не это, министры высшего образования, никто не раньше, они меняются, всё. Ни один академик не сказал с трибуны, с высокой трибуны, где можно услышать миллионы, миллионы, что вы творите. Сейчас есть машинки, которые, это самое, могут стирать памперсы, эти обыкновенные пелёнки, которые когда-то на памперше заменили. Можно же обойтись без них. и сидеть за ними, пусть обыкновенные там трёхкие трусики, пусть так мочатся, пусть на пол, куда угодно, но дело в том, чтобы вот этого не было. Это искусственная большина. Она привела к тому, что у нас мужчины исчезают миллионами. И ни одна сволочь, если ты на таких постах находишься, на уровне министра, а больше некому, и у тебя помощники, советники, их там, их сотни тысяч, если всех набрать, это кормушка. Ни одна сволочь не сказала, что это срочно надо немедленно убирать чёртовой матери. Ведь нет спасения, ведь завтра они будут командовать и говорить, что нету больше женщин, мужчин, нету больше мальчиков, они зовут правы. как можно перегревать яички. Я, Железов, был молодым человеком, я это слышал, не помню, где, когда, читал, что яички вынесены наружу специально природой для того, чтобы они имели температуру на 1-2 градуса ниже, чем брюшина. И только тогда развивается полный орган. Ну, еще, Фрейда бы еще добавить сюда, но это будет слишком сложно. Уже и так половина отключилась. Считаю, что я ерунду говорю. Вся страна молчит, весь планет молчит. А не китайцы, вы посмотрите, что творится. Образ жизни посмотрите. Все миллионы каждое утро на зарядке. Все. Форму одежды посмотрите. Идет наступление геев, настоящее. Вот. А их победа это смерть стране. Так, 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 так. Спасибо за поддержку Галины от Алисейка пишет. Ладно, потом почитаю. Вот, потом почитаю. А нам нужно сейчас попасть вот в ту комнату. Вот сюда. Окажется, что нас, наверное, еще меньше. спасибо за поддержку. Галины. Это Алисейка пишет. Ладно, потом почитаю. Вот. так, ну что, друзья, давайте пятиминутный первый устроим. У меня вот это особенно последнее. Сегодня решался вопрос. Жить или не жить? так. Вот. Ничего, хоровалу на пенсиях. Я должен был сказать вот это. Еще несколько таких тем. Страшных тем. Помните гепатогенные зоны? Помните? Миллионы жертв, миллионы, не одна, опять, не одна эта самая собака, не один этот. Нахрена вы называетесь академиками? А? Если вы самых простых вещей не знаете, гепатогенных зонах, это рак, это болезни, это аварии на дорогах, это пустые мертвые сады, дерево погибло, поставьте там кровать, и вы также погибнете. Сколько уже таких тем? Шесть лет того, какой шесть? Я тоже двадцать лет толдыча. Уже с каким полем про это вспоминаю. А что толку? Я ничего понять не могу. А почему я это разоряюсь тридесятка человек? Почему я разоряюсь? Да потому что может быть у кого-то, я помню, как шить я говорил, а вот у какого-нибудь там допустим Дмитрия или у Николая. Допустим этот самый дядя есть троеводный дядя этот самый родственник снахи Кумы может тут самый есть министр еще какой-то существует полностью запрет на умалчивание Мичурина. Я должен выговориться, извините, а вдруг правда последний раз. Я не скрываю это самое. Я не скрываю что у меня створилось сегодня сердцем. Так вот если идет допустим начиналось просто забыл сегодня вечером. Почему? За что? Автоматом и Лусенко. Неужели трудно походочкам наконец-то нехорошего человека Лусенко отделить от его прекрасных вот же ну что не бывает гения с заскоками жестокостью всем-то. Но нам-то нужны результаты его работы. Вот. И вот это 2-3-4 с этих самых скопированные ссылки 100-летней давности и до сих пор в этом. Даже фамилию Мичурина боятся упомянуть. Это самое касается этих же самых геев и прочее. А может уже пришли в власти. Почему тишина? Почему никто не может сказать с любого? Да запретили пропаганду этого самого этих самых ЛГБТ. Ну запретили. Они что перестанут множиться что ли? А когда встанет большинство в любом правительстве в любом среде этих академик и эти уйдут другие придут. Вот те и придут. А они вот. И самое страшное вот эта трусость когда никто не может там наверху сказать хватит снимайтесь мальчиком эти памперсы сколько можно детей колесить. Поставьте несколько миллионов этих самых на дорогах специальных знаков что здесь геопатогенная смертельная зона. Подарисуйте эти самые череп со скелетом чтобы каждый знал чтобы рука нога сама тормозила. А я помню начал как улыбаться буду вот так чтобы не распугать окончил опять помните как хороший человек железок мы его изучаем но ругается пошел я на кухню 5 минут я так как